ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы участвовать в данной гонке, совершенно не нужно быть профессионалом. Большинство из команд были новичками и впервые выходили в море под парусом. Всего было 10 экипажей, по 5 человек в каждом. Это максимальное количество человек, которые может комфортно вместиться в лодке J-80. Все яхты и техническое оборудование было предоставлено компанией Sail First. Перед началом гонки произошла жеребьевка, с помощью которой были разыграны лодки и набраны команды. Разыграли лодки условно, то, какую лодку занимают. Формально они все одинаковые, но тем не менее. У каждого капитана очень такие чувствительные настройки там и все такое. Поэтому, чтобы быть честным, это обычная процедура в таких родах мероприятий. После этого капитаны провели подробный инструктаж о том, что нас ждет, и рассказали о мерах безопасности на борту. У нашего шкипера были ответы на все наши вопросы. Он даже дал ценный совет, что необходимо делать в случае морской болезни. Мы подготовили лодку к отплытию, проверили, уложили паруса и приготовились к старту. И так осталось еще несколько минут до старта. Для нас это совершенно новое приключение. Единственное, что у Пантерова есть хоть какой-то опыт, это Максим Акулов. Все остальные мы впервые на яхте. Ну, посмотрим, что из этого получится. По правилам лимасол Марины, на ее территорию нельзя поднимать парус. Поэтому все лодки вывозили в открытое море с помощью катеров. Вообще, конечно, мы очень волнуемся. Но подбадривает тот факт, что у нас лодка номер 7, и название у нее Джеймс Бонд, а капитан у нас Христос. И уже на месте наш капитан показал на практике, как справляться с управлением. Мы репетировали и обыгрывали различные ситуации, с которыми можем столкнуться. У меня сейчас в руках руль. В зависимости от того, в какую сторону я его поверну, соответственно, повернет и лодка. И вот настал тот волнительный момент. Судья объявила старте, и началось соревнование. Мы очень переживали, но после первого этапа мы почувствовали себя более уверенными. Мы стали работать более сплоченно и четко. На протяжении всего пути у нас лидирующая позиция. Я очень надеюсь, что мы так и останемся лидерами. Иначе нас уволят с работы. По итогам первой гонки, неожиданно для нас, мы заняли лидирующую позицию. В следующих этапах все оказалось не так просто. Между нами и лодкой номер три разразилась настоящая борьба. Разрыв между лодками на финише составлял доли секунды. Действительно довольно травматичный вид спорта. Все работают не жалея себя. Лодка меняет направление. Ее переваливает с борта на борт. Периодически падаешь. Иногда чуть не улетаешь за борт. Адреналина море. И только благодаря нашему опытному шкиперу команда «Русского радио» смогла вырвать победу в решающем этапе и занять первое место. Гонка была очень напряженная. Было сразу несколько явных лидеров. И до самого последнего момента не было понятно, кто же станет победителем. Но в последние секунды все решилось. Команда «Русского радио» занимает первое место. Получилось интересное соревнование. У нас были отличные соперники. И хотя ветер был не очень сильный, но он часто менялся. Благодарим компанию «Яхтинг на Кипре» и «Сейлферст» за возможность получить такой интересный опыт и незабываемые эмоции.